МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему многие остались без материальной помощи от государства? Побывали в этом месте, извините, я по-другому не назову, да? Видели весь этот ужас. И это уже травма для человека, что он в такое попал. 9 лет после пятидневной российско-грутинской войны, что теперь с Южной Осетией и Абхазией. Кто такие родноверы и почему у них отбирают детей? История одной семьи из украинского села. Наш образ жизни просто будоражит все село и будоражит людей. Все о главных событиях дня. Это «Настоящее время». Студия в Праге. Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Россия продолжает политику оккупации Южной Осетии и Абхазии, заявил МИД Грузии в девятую годовщину российско-грузинского конфликта. Так называемая пятидневная война началась после полуночи 8 августа 2008 года. Тогда грузинские войска попытались установить контроль над Южной Осетией. На сторону южно-осетинских вооруженных формирований встала Россия. Тогдашний президент Дмитрий Медведев объявил об операции по цитата «принуждению Грузии к миру». По завершении войны Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. ООН считает эти регионы частью Грузии. Как пятидневную войну вспоминают в Грузии из Тбилиси наш корреспондент Звият Мчадлешвили. В августовской войне Грузия потеряла более 400 своих граждан. Большинство из погибших тогда солдат похоронены на братском кладбище Мухатгверди. Почтить их память, сюда каждый август приезжают первые лица Грузии. Хочу преклониться перед всеми героями, которые не пожалели своей жизни ради нашей Родины. Это тяжелейшая дата в нашей новейшей истории. Мы не жалеем усилий, делаем все, чтобы объединить и укрепить нашу страну. У мира нет альтернативы. Мы строим единую сильную демократическую европейскую Грузию, которая будет домом для грузин, абхазов и осетин. Но большинство жертв пятидневной войны все-таки мирные жители. Более 200 человек погибли и еще 26 тысяч стали беженцами. Их села были почти что стерты с лица земли. Сильнее всего от российских авиаударов в августе 2008 пострадал город Гори. Накануне годовщины его жители зажгли на главной площади сотни свечей. Акции памяти проходят по всей стране уже второй день. Почти в каждом грузинском городе есть мемориалы памяти погибшим за территориальную целостность, у которых и собираются люди. Одна из самых масштабных акций прошла у села Харапива на административной границе с Южной Осетии. Всего в 400 метрах от линии разделения, за которой стоят российские войска. Активисты выстроились в живую цепь. А вот в Абхазии годовщину пятидневной войны готовятся встречать с Владимиром Путиным. О визите российского президента ранее сообщали российские и абхазские политики. Для Путина это уже третий визит в оккупированный регион. Ранее он посещал Абхазию в 2009 и в 2013 годах, традиционно выбирая для визита месяц август. В Тбилиси такой жест расценивают как попытку оправдать оккупацию. Сейчас в грузинском регионе Абхазии ждут президента России. И это уже попытка узаконить историческую несправедливость, чтобы тем самым оправдать план развала единого государства. Но ни один грузин не признает оккупацию. Грузия едина, непоколебима, и мы обязательно добьемся объединения страны. Во время пятидневной войны с российской стороны погибли 67 военнослужащих, после чего Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Однако ООН и большинство западных стран по-прежнему считают эти территории частью Грузии. Официальный Тбилиси называет их оккупированными и призывает Москву отозвать свое признание. Михаил Саакашвили, который занимал пост президента Грузии во время августовской войны 2008 года, в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» высказал свое мнение относительно действий Владимира Путина. Саакашвили считает, что в конце концов президент России окажется, цитата, в полной международной изоляции. Также Саакашвили рассказал, что верит в победу российской оппозиции. В конце концов Путин будет полной международной изоляцией, потому что это просто по нарастающему катится вниз. И внутренний, соответственно, двух факторов, внутренний российский, то, что внутри России поднимает серьезную оппозицию, те молодежи, которые мы видели на улицах недавно, поддерживающих, которые вышли по призыву Навального, но это даже уже не та, ну, такая достаточно благополучная, благополучная средний класс, который вышел на Болотный, но он был ограничен именно, как бы, центром Москвы и Петербурга. А это уже бедные, но очень образованные и очень хорошо информированные миллионы и миллионы жителей России. И это очень большая сила. Они пока меньше стоят, но у них моральное большинство. И они обязательно возьмут верх. В России лидер Левого фронта Сергей Удальцов вышел из колонии после четырех с половиной лет заключения. Российский оппозиционер полностью отбыл срок по обвинениям в организации массовых беспорядков во время митинга на Болотной площади в мае 2012 года. Удальцова и его соратника Леонида Развожаева признали виновными в июле 2014 года. Оба не признали свою вину. Развожаев вышел на свободу еще в апреле. Сразу после освобождения Удальцов, по словам его адвоката, отправился к своим пожилым родителям, которые не могли навещать его в колонии. А в четверг оппозиционер намерен дать в Москве пресс-конференцию, на которой расскажет о дальнейших планах. Я его видела несколько раз, когда к нему приезжала. В общем-то он нормально переносил все тяготы такой жизни в колонии и ни на что не жаловался. У Сергея никогда нет никаких жалоб. Сергей, конечно же, будет заниматься политикой. Это его жизнь, в самой, можно сказать, юности. И общественные движения, соответственно, политические движения, это как раз та деятельность, которую он уже посвятил своей жизни. Я думаю, что продолжит этим заниматься и в дальнейшем. И относительно своих вообще конкретных планов на ближайшее будущее, я думаю, что он сделает все пояснение на пресс-конференции. Московский суд приостановил депортацию в Узбекистан журналиста «Новой газеты» Али Фируза. Он пробудет в России до тех пор, пока Европейский суд по правам человека не рассмотрит его жалобу. Этот процесс может длиться до двух лет. Сейчас он находится в центре пребывания беженцев. По словам адвоката журналиста, условия содержания там сходны с тюрьмой. Али запрещено выходить на улицу и пользоваться интернетом. А принимать посетителей и говорить по телефону можно ограниченное количество времени. Защита Фируза заявила, что разочарована решением суда. Законное решение было бы, если не полностью его оправдать, человека, который находится без документов, не по своему собственному желанию, а вынужден, то есть как бежен, который прибыл в Россию, подал в установленном порядке заявление об убежище. И именно поэтому у него нет документов, потому что он находится в процедуре. То если не полностью его оправдание, то мы уж надеялись, что по крайней мере, с учетом того, что его семья находится в России, мать, братья, брат, сестра граждан России, что не будет его удоварять из России суд. То есть оставить штраф, который был присутствием, но удовлетворение будет отменено. Али Фируз вырос на Алтае. Его мать гражданка России. Он долгое время жил в Узбекистане, затем вернулся в Россию и неоднократно пытался получить политическое убежище. По словам журналиста, на родине его принуждали к сотрудничеству спецслужбы. 1 августа Фируза задержали в Москве без документов. Узбекский паспорт у него украли еще в 2012 году. За новым пришлось бы обращаться в посольство страны. По словам адвоката, после решения об Османово судам о депортации сотрудник новой пытался покончить с собой. Пикеты в поддержку Али Фируза прошли более чем в 15 городах по всему миру, в том числе в Москве, Казани, Киеве, Нью-Йорке и в городе Белфаст в Северной Ирландии. Протестующие требовали освободить журналиста и предоставить ему гражданство. Еще полгода под замком суд в Москве продлил домашний арест бывшему министру экономического развития России Алексею Уликаеву. Заседание проходит в закрытом режиме. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Уликаев вымогал 2 миллиона долларов за помощь Роснефти в сделке по покупке башнефти. Бывшего министра задержали в ноябре. Свою вину он не признает. На следующей неделе начнется рассмотрение дела по существу. Если суд потребует, то свидетелем по делу выступит глава Роснефти Игорь Сечин. Алексей Уликаев самый высокопоставленный чиновник, которого могут привлечь к уголовной ответственности в новейшей истории России. Подробности его дела вспоминал Ренат Давлидгильдеев. Уликаев не считает себя виновным. Позиция у него такая. 14 ноября он приехал в офис компании Роснефть по личному приглашению Игоря Сечина. Причем не за деньгами для решения проблем по башнефти, то есть взятки, а для разговора. Встреча с Игорем Сечиным не состоялась. Вместо нее Уликаев побеседовал с одним из топ-менеджеров компании, с которым был хорошо знаком лично. Этот топ-менеджер и передал Уликаеву некие чемоданчики. Но что в них находится, министр не знал. И был уверен, что это материалы по сделке. Следователи считают вину Уликаева доказанной в их распоряжении. Есть телефонные переговоры экс-министра, как с менеджментом Роснефти, так и с высокопоставленными знакомыми. Ключевая улика – запись разговора Уликаева с неким главой Госбанка, которому он жалуется, что Роснефть не предложила никакой денежной благодарности за подготовку положительной характеристики по сделке башнефти. Знакомый Уликаева якобы успокаивает министра и обещает обсудить эту проблему с Игорем Ивановичем, судя по всему, Сечиным. Слежка за Уликаевым проходила по инициативе и под руководством начальника службы безопасности Роснефти Олега Феоктистова. До августа прошлого года он был замначальником управления собственной безопасности ФСБ. Заняться Уликаевым и другими противниками продажи башнефти Роснефти Сечин попросил Феоктистова, еще когда тот работал в Федеральной службе безопасности. И еще одна утечка. Источники среди федеральных чиновников – изданию «Репаблик». Варианты обвинения, которые предъявляются Уликаеву, неудобны для власти. Сечин был раздражен правительством, выражающим публичное несогласие по делу башнефти и не упустил шанс дискредитировать либеральную часть правительства в глазах Путина. Но Путин не любит выносить ссоры из СБ, поэтому суд должен быть закрытым, сам бывший министр с высокой степенью вероятности отделается условным сроком, а общественность так и не узнает всех нюансов и подробностей процесса. Выплат может и не быть. Жертвы теракта в петербургском метро, скорее всего, останутся без компенсаций. Взрыв, в результате которого погибли 16 человек, произошел в апреле, более 100 тогда были ранены. Однако деньги на лечение они до сих пор не получили. Онлайн-петицию с требованием выплатить все компенсации подписали уже почти 40 тысяч человек. Но готовы ли сами пострадавшие продолжать борьбу за свои права, узнавал Юрий Баранюк. Поезда проходят станцию метротехнологический институт в обычном режиме. В вестибюле ничего не напоминает об апрельской трагедии. Но только не пассажирам, которые были во взорванном составе, видели 16 убитых. В те дни власти обещали пострадавшим максимальную поддержку, но получили ее не все. Некоторым достались унизительные выплаты – 1 тысяча рублей. Для сравнения, месячный проездной билет во все тот же метрополитен на 40 поездок строит дороже. Проблема в методике расчета. Вся экспертиза, как там написано было в бумаге, в связи с занятостью пострадавшего или пациента, не помню, прошу провести экспертизу в его отсутствии. Я задала вопрос, с какой такой занятостью? А мы вообще, в принципе, никого не приглашаем на экспертизу, мы ее проводим по бумажкам. Я говорю, как так по бумажкам? Это живой человек, который получил травмы. В бумагах, по которым проводили освидетельствование сына Натальи Власовой Александра, было указано, что у молодого человека минно-взрывная травма головы, рваная рана теменной части, два осколка под кожей. Но следователь посчитал, что это легкая степень тяжести, несмотря на наличие снимков компьютерного томографа. Только благодаря вмешательству волонтера и настойчивости родственников провели повторную экспертизу успешно. Через два месяца Саши должны сделать операцию по извлечению оставшихся осколков. Но на компенсацию могут рассчитывать только те, у кого есть реальные шрамы. У людей есть проблемы. Люди, которые побывали в этом месте, извините, я по-другому не назову, видели весь этот ужас. И это уже травма для человека, что он в такое попал. Ушибы не считаются даже легкой травмой, к сожалению. Особые опасения у психологов вызывают те, кто сказали, что абсолютно здоровы сразу после теракта. Следователи показания таких пассажиров уже зафиксировали. Но это не значит, что через несколько месяцев у таких людей не будет ухудшения состояния. Им тоже надо было пройти курс реабилитационной терапии. Идеально здоровых после такого теракта или после такой трагедии, их, грубо говоря, нет. В том или ином виде помощь психологическая, медицинская, социальная нужна всем и каждому. Как правило, психологическое состояние проявляется где-то там, может, через полгода, может, через год. А может быть, какой-то теракт, случившийся где-то рядом, да, или боль отзовется и будет рецидив. Спустя три месяца после теракта некоторые из пострадавших стали как будто закрываться в себе, от близких и общества практически все попросили нас не записывать наше с ними общение на камеру. Почти все решили прекратить борьбу за положенные им выплаты и остались наедине со своими переживаниями. Тем временем у некоторых уже наступило прогнозируемое ухудшение здоровья. Там в вагоне очень было много молодых ребят. Наталья Кириллова была одной из тех, кто сама поднялась на поверхность сразу после взрыва без единой царапины. Ее интервью тогда посмотрели только в социальных сетях несколько миллионов человек. В тот же день женщина попала в больницу. Диагноз – контузия. Сейчас она проходит курс реабилитации, но ее не покидают головные боли. Ей трудно говорить. Она начала заикаться. Ситуацию с выплатами всем пострадавшим. Мы попросили прокомментировать профильный комитет правительства Петербурга и администрацию метрополитена. Запросы направили еще в июле. Ответа нет до сих пор. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. Это «Настоящее время». Смотрите далее. Кто такие родноверы и почему у них отбирают детей? История одной семьи из украинского села. Наш образ жизни просто будоражит все село и будоражит людей. Как школьники в России открывают свои каналы в YouTube и что это за наука – видеоблогинг. Теперь в Украину. В Житомирской области пытаются отобрать детей у родителей родноверов. Это приверженцы старых славянских обычаев. Уже были проверки соцслужб, суды. Что стало причиной конфликта, который вышел далеко за пределы маленького села, выясняла Марина Ступак. Каждое утро Святозара и его супруга Святозара до перехода в родноверие Дмитрий и Елена приезжают к своим детям в реабилитационный центр. Привозят им еду, к которой в семье привыкли, без мяса. Это овощное рагу. Здесь есть чуть грибов, которые мы собрали у нас возле речки. Спаржа, цветная капуста. Я не люблю спаржу. Ну вот, раньше он ее ел с удовольствием. К детям женщина приходит босой. Уже два года Святозара не носит обувь, чтобы лучше чувствовать землю. Супруги называют себя родноверами, живут по старым славянским обычаям, ведут здоровый образ жизни. Закаляются, не пьют и не курят. Педагог по образованию Святозара зарабатывает сеансами массажа. А супруг проводит уроки йоги и медитации. Здоровый образ жизни, здоровое питание, то, что детей ведет именно к выздоровлению. То есть, что они не пользуются медициной. С Лева с рождения, вот только вот как он родился, мы вообще к медицине просто не обращались. В село Букием семья переехала полтора года назад. И уже через пару недель соседи настроились против. Вся улица против того, что они так плохо воспитывают детей. За детьми вообще не смотрят. Дети беспризорные. Этот маленький мальчик голодный ходил к соседке. Дайте что-то есть. Вынесли ему хлеба и сало он наелся. Приходили еще в том году. Говорят, мы хотим кушать. А что вы будете кушать? Мама то нам не разрешает мясо и макароны мы не кушаем. Так что ж ребенку дать? Они взяли хлеб, огурец, помидор и все. Бегут голые, рисуют себе интимные места маркером. Понимаете, очень много чего есть такого, которое вообще не должно быть в семье. С обвинениями в свой адрес родители не согласны. Причины конфликта видят в другом. Интерес властей к их дому и непонимание. Наш образ жизни просто будоражит все село и будоражит людей. О том, что дети обливаются зимой, мы обливаемся зимой. С верой родители просто прикрывают свою безответственность. В соцслужбе, говорят, не раз предупреждали взрослых о том, что заберут детей. Последней каплей стало то, что дети начали покидать населенный пункт и попрошайничали в Житомире. Вера и сыроедство к этому не имеют никакого отношения. Мы отобрали детей у родителей, у которых был ненадлежащий уход за своими детьми. При этом дети попали в центр реабилитации месяц назад совершенно здоровыми, рассказали в администрации. Они периодически едят у нас мясо. Бывает и такое, что они не говорят родителям, что ели это. Они боятся быть непринятыми. Спустя месяц суд разрешил вернуть детей родителям. Но осенью их могут забрать снова. Сельсовет подал соответствующий иск. А пока в семье об этом стараются не думать. Первым делом, когда дети вернулись домой, пошли с родителями на реку. Как они верят смывать негативную энергию. Марина Ступак и Николай Квас. Настоящее время. Житомирская область. Они не верят телевизору и легко запускают собственные СМИ. Вещание, правда, только в Ютуб. Российские тинейджеры активно осваивают видеоблогинг. Для желающих постигнуть эту науку в Москве даже открыли специальные курсы. С их учениками пообщалась наш корреспондент Анна Зелькина. Культурный центр ЗИЛ. Офигеть, это древнее место. Жесть. Это не антиреклама культурного центра ЗИЛ, а домашнее задание. На курс видеоблогинга 16-летний Женя пришел сознательно. Видеоблогинг – это то, что сейчас вообще чуть ли не миром рулит. Все этим занимаются. Видеоблогинг – это как маркетинг плюс кинематограф. Женя после школы собирается поступать во ВГИК, хочет стать кинорежиссером. Использует любой шанс попрактиковаться и научиться новому. Такую возможность ему дала летняя творческая лаборатория ЗИЛ, своего рода дневной детский лагерь. Смены – две недели, все тематические. Танец, театр, ленд-арт, фотография, анимация. Самое популярное – видеоблог. Ребят, тут мне даже нечего добавить особо, потому что в формате 30-40 секунд это выглядит как самое начало. Кирилл Сойеров – популярный видеоблогер. На его канале в YouTube полмиллиона подписчиков. В сети Кирилл рассказывает о японской анимации и комиксах манго. В реальности делится с ребятами опытом и контролирует качество их учебных видеоблогов. Ты можешь начать выкладывать видеоблог, и если у тебя будет хорошо получаться, ты будешь развиваться. То есть тут больше возможностей для творчества – это первое. И второе – это интересно. Многим тоже нравится снимать видео, многим нравится рассказывать про свою жизнь. Кто-то занимается каким-то увлечением. Многие взрослые и дети тоже добавляются к своим увлечениям плюс снятие видеоблога. То есть они еще про это увлечение кому-то расскажут и кому-то чего-то, возможно, даже научат. Творчество и социализация. Интернет и видеоблоги для нового поколения стали главным источником информации, говорит Кирилл. Там они находят и выбирают героев своего времени и сами становятся звездами. Я хочу два плейлиста сделать себе. Один – это там будут стоп-мошены с куклами. Это как у Эши и куклы, там кукольная лечебница и так далее, и так далее. А второй – это будут сказки для детей. Телевизор 10-летняя Мила не смотрит. Дома его просто нет. Женя тоже все необходимое находит через интернет. Говорит, телевидение молодому поколению ничего интересного предложить не может. Да и старшее поколение уходит в сеть. Видеоблогинг уже стал инструментом политической и классовой борьбы. Благодаря нашей деятельности видеоблогером стал никто иной, как Алишер Усманов. Один из богатейших олигархов России. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша. Ютуб – это новое телевидение для нового поколения. Его смотрят, ему доверяют. Российским властям приходится налаживать канал для диалога с будущим электоратом. Теперь о молодежной политике. Я никогда не чувствовала ее на себе до сегодняшнего дня. И от своих коллег и подписчиков подобного термина я тоже никогда не слышала. Значит, мы просто не знали о существовании друг друга. Теперь знаем. Вчерашняя школьница на парламентских слушаниях в Госдуме, 19-летняя Саша Спилберг – видеоблогер с 10 миллионами подписчиков. Лидер мнения для 10 миллионов будущих избирателей, которые уже сегодня развлечением предпочитают обучение созданию видеоблогов. Анна Зелькина, Игорь Дорошенко, телеканал «Настоящее время». На этом пока все. Таким запомнится этот вторник. Наши выпуски доступны на сайте currentime.tv, YouTube и мобильном приложении. Это «Настоящее время». Кристина Суворина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова